День домашних животных Александр Плом рассказал о необходимых мерах, которые надо предпринять при появлении дома пушистого комочка. В первую очередь делается 10-дневный карантин, после чего проводится дегерметизация и уже через неделю, через 10 дней прививки, общий комплекс, наверное, от вирусных инфекций, ну и, соответственно, от бешенства. В день приезда нашей съемочной группе в центре оказалось несколько четвероногих друзей. Один из них – тойтерьер Тедди. Он приехал с переломом предплечья. Как выяснилось, виновата слишком хрупкая порода. Кости тонкие, а прыгать хочется так же, как большим и сильным собакам. Медицинская помощь оказана – гипс на лапе. Теперь выздоровление песика будет зависеть от домашнего ухода. Овест Хайленд по кличке Малыш пришел на ежегодную прививку от бешенства. Держался он достойно, как истинный аристократ. Почеряшит, потому что на зиму почеряшит, а так мы его стрижем. Молодец, молодец он у меня, молодец. После процедуры его хозяйка Вера Янковская рассказала о пути становления своего породистого друга. Учились и в туалет ходить, учились и в социуме быть со всеми собачками. Он у меня очень добрый, общительный, всех любит и его все любят. Качество жизни домашних животных зависит полностью от людей, их приютивших. Увы, только от черствости человека питомники переполнены, по улицам бегают своры собак и одинокие кошки, просятся погреться в подъезды. Живые существа, а не плюшевые игрушки. Всемирный праздник как повод напомнить о любви, долге и ответственности. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.